Кто знал, что со мной будет? Кто знает, что со мной будет? Ага, если бы он мне усыпил, я бы лучше восстановилась. Было так жарко, когда я проснулась. Ты чё, дебил, ты чё там поджигаешь? Алё! Я не могу едва дышать. Ты проснулась? Нет, блин, слушай, у нас как бы, ну, мы горим, не? Или что происходит? Не открыла глаза и посмотрела на мужчину через комнату. А если бы... А? Что произошло? Сан, стыли это! Вы меня просили, ребят, поиграть в Undertale. Я исполняю, как видите. Что происходит? Сана смотрела на меня, синее пламя отражалось в его очках. Что ты делаешь? Я начала кашлять и чувствовать слабость. Я поднимаю температуру. Нафига? Вопрос. Как спится, я почувствовала, как тепло отскакивает от стены. Я пожалела, что говорила. Я смотрела, как навязчиво голубое пламя отскакивает от его руки и проникает в комнату. Теперь я могу понять, почему стены были бетонными. Чё ты творишь, а? Ты сдаёшься мне, Ламия? Блин, я как-то с самого начала сдалась. Нет, типа... Плакать или успокоиться? Может, если я заплачу, он меня пожалеет? А если я успокоюсь, может быть, он будет меня в плане уважать. Ну, давай заплачем. Я не могу вытерпеть жару, и это было похоже на печь. Хватит, хватит! Сана смотрела прищурив глаза. Это всё, что ты можешь вытерпеть. Мне кажется, через жопу всё пошло, да? Я не знала, что ответить. Всё, что я могла сделать, это паниковать. Так, наверное, не надо было это сделать, да? О, что же поднялось? Успокоиться. Ура! Реально, а то я сейчас себе психику посажу в ноль. Надо успокоиться. Я испугалась, но больше не хотела паниковать. Я укусила свою губу и попыталась успокоить себя. Сана смотрела на меня и приближался. Его руки всё ещё горели. Ммм, нечего сказать. Сана взял мою ногу... Сана схватила меня за ноги и обжёг кожу. Слышь, блин, я не знаю, что это вообще за существо, а? Всё ещё... Всё ещё нечего. Ммм. Либо плакать, либо закусить губу. А, я поняла, как смотрите. Если я терплю боль, то у меня понижается здоровье, но повышается психика. Если я не терплю, то у меня остаётся здоровье, но понижается психика. Ммм. Ну, я не думаю, что мне станет легче от того, что я заплачу, в плане, ну, я начну здороветь, не? Вряд ли. Ммм. Ну, меня понижается. Либо заплакать, либо укусить за губу. А, может, надо было сразу заплакать, а он бы меня отпустил нахер? Ну, типа сказал, ну ладно, вас-то больше не можешь. Сейчас он нас прибьёт нафиг, если я буду дальше так. Ладно, попробуем. Ну, давай заплачем. Хватит, хватит. Сана смотрел... Прищурив глаза. Это всё, что ты можешь вытерпеть. Я не была... Я не знала, что отвесить. Всё, что я могла сделать, это паниковать. Моя... О, у меня зато повысилось хп. Так, нам надо это продержаться, нам надо выжить. Значит, всё, действуем так, по очереди. То плачем, то успокаиваемся. Надо как-то себя приводить, а то так долго не протянем. Моё дыхание стало очищаться, когда комната начала плавать. Ты совершенно бесполезна, не так ли? Шаун. Что такое шаун? Шон. Шон. Что шон? А, что это такое? Что это такое? Твою мать, откуда ты его-то принёс? Большой серый монстр ворвался в комнату, и я откинулась на своё место и ахнула. Что это такое? Ты где его откопал, чел? Это, случайно, не твой братик, как его там звали, а Акера? А, ну да, они японцы. Вот Сона, Сану, Сану и Акера. Да, японские шамины. Только сейчас допёрла. Ты мне больше не нужна. Ээээ, погоди, нужна! Очень даже нужна. Так, укусаем за губу. Я не хочу плакать. Похоже, он не был настроения это слушать. Сана посмотрела на меня и убрала руки с моих ног. Я закрыла глаза и откинулась назад. И легла на спину, точнее. Я чувствую, как комната закрывается. Я чувствую... Я могу почувствовать, что теряю сознание. Я открыла глаза и осмотрелась. Ранее он остыл от адского огня. Сану, должно быть, ненадолго открыл дверь, пока я была в отключке. Не изменился спрайт. Я могла видеть Сану в углу, смотрящего на какие-то расплавленные вещи на своём столе. Перевести дыхание и отдохнуть. Фух. Фух. Ладно, всё, я поняла. Рыдать, ну, нельзя. Иначе сдохнешь. Ужас у вас, конечно, правило. Сана ещё не закончил со мной. Я поняла это потому, как он себя вёл. Херово он себя вёл. Свинья. Ну ты чё? Ну, блин. Вот ты мне понравился, между прочим. Я отвернулась от него и крепко закрыла глаза. Может быть, я смогу контролировать своё дыхание? В комнате всё ещё было довольно жарко, но уже остывает. Я замерла на несколько минут, глядя в потолок. Было тихо. Блин, что я сделала? А. Было тихо. Я сузила глаза и повернула голову Ксана. А Сана здесь всё время проводит, да? Он вообще не выходит. Он сидел, но его голова была опущена на его стол. Он что, спал? Ээээ... Оставаться на... Столе? Я была слишком уставшей. Я не могу даже заставить себя попытаться выбриться. Я закрыла свои глаза и вздохнула. Ну, немножко подхилилась. Так, ну жить надо. Казалось, несколько часов мёртвой тишины Сана ходил по комнате. Он даже не включил свет. Блин, тебе делать совсем нечего. Возможно, он просто привык работать в темноте. Я слышала, как он вытащил что-то металлическое из одного из ящиков. Таааак. Ты меня уже задо... Сана подошёл и посмотрел на меня. Можно в какие-то менее экстремальные игры играть. БДСМ-чик-то, чёрт. Казалось, он изучает мои черты лица. Скажи мне кое-что, Ламия. Я услышала, как Сана говорит сквозь темноту и тяжело выглотнула. Вы знаете, что такое перфон... Да я думала, вы... Есть вообще в этой игре шанс выжить какой-то, да? Только если с Акерой остаться... Вы знаете, что такое перфонтальная лоботомия? Блин, очень мило с твоей стороны. Почему вместо него у меня какой-то японский иероглиф? Я сделала глоток и открыла рот, чтобы заговорить, но он остановил меня. В основном ты возьмёшь что-то вроде этого. Это не осмотр! Это не называется осмотром! Слышишь? Так, ты обещал... Ну, точнее, ты обещал, что ничего не можешь обещать. Ну, блин. Падла, не прицепишься к нему. Сана поднял инструмент, похожий на ледоруб, и помахал им. Да какой ледоруб, да че? Блин, достал танк. Я видела, как он блестел в темноте. И с помощью глаза я могу отделить перфонтальную кору от других частей вашего мозга. Нахера? У меня всё в порядке с головой, пока ты это не сделаешь. Там это же делают для психов. Вот для тебя давай сделаем. Чем мне это сказал? Блин, ну не надо. Ну так хорошо шли. Боже мой, достал. Сана подтащил кончик льда. Какого льда? Ледоруба. Подхватил мою ногу, и я вздрогнула. А, не, льда. А что это за игры с льдом? Холодный острый кончик царапнул мою кожу. Но мы не в девятнадцатом веке. Слышишь? Ну, медицина как-то уже усовершенствовалась и поняла, что это херня. Это была очень распро... Это была очень распространённая практика, особенно в конце девятнадцатого века. В то время депрессия и тревога считались психическими расстройствами. У меня нет ни депрессии, ни тревоги. Видишь, я ещё не дед инсайд. Мне ещё рано. Давай не будем. Доктор, вы какие-то мне, ну, не то выписываете. Сана посмотрела на меня поверх очков и сухмылка прищурился. Итак, вы чувствовали некоторую тревогу? Может быть, у тебя была депрессия? О чём ты говоришь? Сана наклонился и щёлкнул меня по носу. Я говорю, он направил ледоруб мне в глаз. Попробовать на тебе эту варварскую форму нейрохирургии. Слышь, нейрохирургия. Господи, да не понимаю, но нет вообще варианта нормально пройти, ну, без всяких этих ваших нейрохирургий. Он ухмылился и склонил голову на бок. Сана отмыл кончик ледоруба в мою щёку, глубоко вонзив её. Давай не будем, а. Я вздохнула, чувствуя, как капля крови стекает по моей щеке. Я хочу позаботиться о тебе в конце концов. В смысле позаботиться, слышь? Ты обо мне позабочишься, если ты мне еду или воду дашь. Вот это будет забота. А вот то, что ты сейчас делаешь, это ни хрена не забота, я в порядке. Я доктор. Ты... Ладно, я спокойна. О, давай, надо что-то сказать, чтобы спасти свою жопу. А, что делать? Конечно, я беспокоюсь. Кажется, я чувствовала некоторую тревогу. Это безумие, ты не можешь быть серьёзным. Я думаю, я чувствую некоторую тревогу. Правда? Сана сел, глядя на меня. Почему бы тебе больше об этом не сказать? Я нервно пошевелилась. Я волновалась, что если я не буду тщательно подбирать слова, он причинит мне боль. Мне было одино... О! О! Я чувствую скорую победу. Но я раньше времени радуюсь. Не смотри на меня так. Ну, ты меня... Ты проткнул моё лицо. Проткнул кирку мне в лицо. Или я была довольно одинокая. Давай скажем, мне было довольно одиноко. О! Всё! Он в шоке. Он обескуражен. Отлично, то, что надо. Звучит вполне нормальным для человека твоего возраста быть одиноким. Потеря связи с людьми, которых вы, возможно, знали. Школа и работа забирают твоё время. Подожди, я школьница? Я школьница, которая бухает и... Ээээ... Ладно. Обязательно для вас иметь друзей? Ну, я бы хотела иметь друзей. Поэтому ты ходишь в бары и ночные клубы, чтобы найти людей, с которыми можно поговорить? Или ты просто используешь поиск друзей, чтобы скрыть свой безудержный алкоголизм, которым ты обладаешь? У меня нет проблем с алкоголем. Может быть, вместе? Я хочу найти друзей. У меня нет проблем с алкоголем. Не надо это говорить. Может быть, вместе? Ну, не очень. Я хочу найти друзей. И это всё? Он не выглядел убеждённым, но казалось вполне удовлетворённым ответом. Санна постучал кончиком ледоруба, по моей ноге ухмыльнулся. Я скривилась от боли, когда на месте его тела появился пузырь крови. Какого тела? Ладно. Короче, он проткнул ногу. Ну, раз уже так сотрудничали, я не буду ломать вам голову. Ура! Джекпот! Джекпот! Хорошая работа. Ура! Я смогла выжить, блин. Ну, ладно, это ещё не конец. Блин, сколько там ещё надо? Ну, в плане, я уже устала выживать. На следующий день я проснулась вытянутыми руками и огляделась. Он мне руки отвязал. Санна искала очень большую иглу. Блин, Санна, опять ты что-то придумал. Что на этот раз ты придумал? Что у нас там только не было? Игры с воском. Игры с колющим-режущим. В игре было несколько круглых штук, плавно плавающих жидкости. Что? Доброе утро. Что ты делаешь? Я устал от этой игры. Он меня убить решил? Эээ. Ой. Я не так перевела. Тайра, это по-другому пишется. У меня растёт опыт от этой игры. Санна наклонился надо мной и потряс иглой у меня перед лицом. Ещё один эксперимент? Да ты заколебал. Сколько их будет? Ну скажи хотя бы, а? Санна воткнула иглу мне в грудь, вводя мне жидкость. Можно было... Ладно. Неважно. Что это вот... Блин, а вообще есть реально такая практика в ДСМе, что со скипкала будет соль. Я не знаю вообще, это... Ну безопасно, и в плане того, что потом в больницу не попадёшь от такой херни, ну ладно. Я громко закричала, когда почувствовала давление укола в грузию. Ау, куда-куда-куда? Куда понизились? Я глядела, стяжело душа и посмотрела на Санна. Что происходит? Ааа, подожди, вот так вот, дай, тихо, тихо. Обратно давай. Сейчас он на лоботке ещё начнёт делать. Давай, давай, поднимайся. Оп, думай о хорошем. Не беспокойся об этом. Я смотрела, как Сана вытащила несколько машинок для стрижки и начал брить небу. Хе, дебил. Что происходит? Зачем? Я что, панк? Что ты делаешь? Эээ, смерть? Я начала кричать, но комната... Подожди, а чё мне там это? Я сдохла? Я начала кричать, но комната начала пульсировать. Эээ, куда-куда? Всё начало двигаться вокруг. А что мне было делать? Я даже не уверена, что я могла снова видеть. Стены двигались и восьми позади Сана что-то было. Змея какая-то. Сана растерянно на меня посмотрел. Что ты видишь? Я не знаю. Что это? О, лекарство подействовало. Что это за наркотики я вколола? Алё. Что происходит, Сана? Я чувствовала, как что-то промзает мой череп. Ты фадла. Но это больше не было больно. Я смотрела, как вещи перемещаются по комнате. Я понимаю, я сдохла? Сана? Да. Комната двигается. Скажи мне, что ты видишь? Я не знаю. Я могу чувствовать, как что-то царапает мой череп. Царапает! Я громко закричала, когда услышала, что что-то хлопнуло у меня по голове. Я чувствую ноги, идущие по моему лбу. А, это какая-то каракатица-змея. Что это по мне ползает? Каракатица! А, смотрите, это каракатица? Что это такое? Это реально каракатица? Блин, я уже... А, новые детки. В смысле, новые дети? Я родила или что? Сана наклонился надо мной и протянул многоножку. Спасибо, что хорошо их инкубировали. В смысле инкубировали? Что произошло? Подождите, давайте подумаем логично. Он уколол ее в грудь. Побрил ей голову. И что потом произошло? Ногоножки? Что? Что происходит? Мои крики начали... Я что-то запуталась уже совсем. Мои крики начали стихать, когда Сана увидела, как насекомое ползет по его руке. Ты умерла. Ты вырастила немного детей для Сана. Ой, я это... Как я? Мать? Получается.